Вчера на очередном приеме граждан, которые бесконтактным методом телемоста провел губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев, при поддержке полного кабинета министров, было принято решение о создании в Екатеринбурге дома добровольцев Свердловской области с подачи одного из них, виртуально побывавшего на этом приеме. Подробности об этом попозже. А кроме того, граждане, выходившие в эфир с мест, деля кадр пополам с главами своих территорий, подняли изрядное количество животрепетавших вопросов, получив на них быстрые ответы от специалистов в высшей степени компетентных и облеченных высшими для области полномочиями. Например, жительница села Пристань Артинского района, которая самим своим названием намекает на наличие подтопляемых территорий, посетовала, что на одной такой территории влачит жалкое существование, уже несколько десятков лет, детский сад, совмещенный с начальной школой в старом одноэтажном здании. Женщина поинтересовалась, а что там с планами постройки нового здания? Оказалось, что пусть не в этом, но в 2022 году. 1 сентября эта новая школа-сад должна открыться, причем торжественно. Есть, должен быть график производства работы. Я прошу этот график опубликовать в средствах массовой информации Артинского городского округа, мы тоже поможем. И чтобы люди вместе с вами могли контролировать ход строительства. Я постараюсь на открытие приехать, поэтому, Елена Николаевна, поэтому надо немножко потерпеть, чуть больше года, поэтому и в селе Пристань Артинского городского округа и появятся и школы, и детский садик. Что характерно для прошедшего губернаторского приема, так это одинаковое поручение ко всем главам территорий по принятым решениям. По упомянутым объектам опубликовать график работ в обязательном порядке в местных СМИ, дабы население имело возможность контролировать, как идут дела. Касается это и новой газовой котельной в Таллинских краях. Николай Борисович, поясните ситуацию, пожалуйста. На строительство данной котельной до конца месяца администрация Таллинского городского округа проводит отпускной процедуру, заключает контракт и до 1 июля 2022 года котельная будет построена, чтобы следующая, но в 30-м сон до 2-го до 3-го года она была введена в эксплуатацию. Проекта смертной документации, а с эксплуатацией, все есть. Таким же образом решилась судьба капитального ремонта поликлиники в Туринске, ремонта участка дороги на Октябрьской улице в Каменске-Уральском и других важных для жизни граждан объектов. Ну а студент медицинского колледжа из Екатеринбурга Дмитрий Тарасов, обратившийся к губернатору вместе с его директором Ириной Левиной, выступил вообще с эпохальным предложением организовать в Екатеринбурге дом добровольцев Свердловской области, причем на базе уже имеющихся помещений все того же колледжа, которые сейчас задействованы под нужды волонтеров. Здесь, на Крылова-2, могли бы разместиться колл-центр, штабы различных отрядов и даже музей добровольчества. Губернатор идею поддержал с энтузиазмом. Во-первых, конечно, я хочу, Дмитрий Алексеевич, Ирина Анатольевна, вас поблагодарить за колоссальную, очень важную и нужную работу, которую сделали вы во время самых тяжелых дней, того периода, который мы переживали в 2020 году. И, включая этот год, безусловно, самых высоких похвал и благодарности заслуживает ваша работа и самоотдача, безусловно, мы не можем не оставить без внимания вашу просьбу. Значит, я поручу Министерству здравоохранения Андрею Александровичу Карлову, по Владимировичу Крекову, и, конечно, чтобы Министерство образования подключилось, из-за того, чтобы были выделены необходимые помещения на территории Свердловского областного медицинского колледжа для организации деятельности дома добровольца Свердловской области. Я считаю, что это очень важно, нужно, и тем более этот год у нас ознаменован годом медицинского работника. Спасибо.